Добрый день! Добрый день! Добрый день! Оскар Лусис, президент Латвийской ассоциации учителей информатики. Ассоциация считает, что дети должны изучать информатику уже со второго класса. Причем вместо работы с текстовыми редакторами, школьникам нужно преподавать основы программирования. Оскар, зачем таким маленьким детям, второклассникам, зачем их сажать за компьютер и начинать обучать этому предмету? На самом деле ответ очень простой, потому что сейчас уже школьники сталкиваются с компьютерными технологиями намного раньше, чем это было раньше. То есть по статистике, если смотреть в Финляндии, до 7-летней ребенка использует интернет 64%. То есть 64% ребенка использует интернет уже до школы. Это было в 2012 году. Значит, у нас в Латвии нет такой статистики, но приблизительно, я думаю, то же самое у нас и сейчас. И поэтому мы сейчас учим в пятом классе, и в пятом классе на самом деле они уже какие-то основы научились, уже используют компьютеры, они уже в социальных сетях и так далее, и так далее, и так далее. И тут поднимается уже этот вопрос, то, что мы учим, и когда мы учим, может быть, это уже поздно. И мы считаем, что это поздно, потому что, во-первых, они уже научились неправильно пользоваться компьютером. Это тоже самое все связано с киберзащитой, с правами, то есть, ну, все то, что себе включает компьютер. Также мы считаем, что то, что сейчас учат в пятом, шестом, седьмом классе, это хорошо для экономики, в том плане, если мы хотим научить людей использовать системы, готовые системы, но не создавать продукты. То есть это не то, чем занимается сама отрасль. Это и есть самое главное. Что считает Министерство образования? Возможно ли такой вариант, что во втором классе появится? Наверное, мы говорим немножко о другом. Мы говорим больше о том, о содержании информатики. И, наверное, ни в первом, ни в втором классе дети никогда не будут становиться уже программистами. Наверное, мы говорим все-таки о том, когда нужно вообще ввести навыки или знания о компьютерах. И это ясно, что чем раньше, чем лучше. Мы согласны, мы все видим жизнь. Мы согласны, что уже в детсадовском возрасте у детей есть возможность пользоваться разными дигитальными технологиями. И ясно, что ждать до пятого класса и не пользоваться уже теми навыками, которые уже у детей есть, это неправильно. В этом у нас нет никаких противоречий. Наверное, главные дискуссии будут о том, как и что, по мнению или по содержанию, мы будем вкладывать в содержание обучения. И у нас есть несколько примеров. Оскарс не назвал, что все-таки в большинстве случаев другие страны уже не учат информатику как отдельный предмет. Не только не на начальном классе, но и позже. Это уже как гигиена идет во всех предметах, в том числе и гуманитарных, то есть в обучении языков, в обучении математики, биологии и так далее, и так далее. И на этой концепции мы пока и работаем над этой концепцией, чтобы создать уже до 2018 года другой подход вообще к содержанию обучения. То есть мы говорим о компетенции. И дигитальная компетенция одна из самых важных. И в этом, по-моему, мы не спорим. Об этом мы не спорим. Самый главный вопрос, наверное, будет, как и что обучаться именно, ну, начиная уже с детсада и обязательно начиная уже с 5-6 летних обязательного обучения. То есть самый главный вопрос, о котором, наверное, мы будем больше и больше говорить, это учебная среда. И то есть какие разные, не только компьютеры, но что мы имеем в виду уже в классе или в детсаде, то, что мы подумаем под новыми технологиями. То есть это не только компьютер, это совсем, это не только доска белая, это уже стол, где компьютеры и так далее, и так далее. И, наверное, мы будем больше говорить о том, как обучать и что должны знать не только учителя информатики, но что должны знать уже другие учителя, какие у них навыки работать с этими современными технологиями. То есть с 2018 года урока информатики, вот как отдельного урока, не будет? Ну, мы должны говорить уже как концепции. Если мы говорим о основной школе, то посмотрим, как наши дискуссии пойдут, но как отдельный, так стабильный предмет мы пока не видим. Но опять, это уже в содержании всех предметов, учебных предметов. Но это ясно, что мы можем дискутировать об 7-12 классе, где уже действительно мы согласны, что трудовой рынок требует больше навыков и знаний уже раньше, чем только в вузах. И мы можем дискутировать насчет содержания и насчет формы. То есть есть какой-то отдельный предмет, но с другим содержанием, как сейчас. Это действительно иногда смешно, почти всегда смешно, но есть, конечно, и другие социально-экономические ситуации, когда дети, может быть, действительно до 5 класса от дома у них нет возможностей. Но это не должно быть самым главным вопросом, чтобы для детей отложить обучение до 7-5 класса. Это ненормально. Об этом мы тоже не ссоримся. И это у нас одна позиция. Оскар, как Ваша ассоциация смотрит на такую идею? Значит, идея, скажем так, идея хорошая, но, по-моему, ее пока что невозможно. И мы не видим, как ее можно реально вести. Почему? Значит, во-первых, это вопрос об учителей. То есть учителя по информатике, они специалисты более-менее, знания их тоже под вопросом иногда бывают. Потому что некоторые из них не были как информатики, они стали информатиками, проходя какие-то курсы. То есть их знания тоже не такие сильные. И вопрос потом уже о всех этих 20 более тысячи учителей, способны ли они дать то, что мы хотим в этом 21 веке дать. Следующий вопрос, конечно, это же техника. Потому что мы считаем, если перейти на такой модель обучения, тогда нужно более-менее, как минимум, на 5-6 учеников одна машина вычисления. Хочу добавить, что это действительно наша цель, что открыть так называемые классы информатики, которые могут и остаться, конечно, но открыть и ввести действительно несколько компьютер, несколько досок, спасибо, и несколько других видов новейшей технологии в классе. И тогда уже дети и ученики, и уже молодые люди в средней школе, они могут пользоваться разными видами для учёбы. Насколько это реально? Это действительно, с одной стороны, это многие самоправления, наверное, опять будут с тревогой говорить, откуда нам взять такие деньги. Но это всё-таки они открывают, они держат школы, и они должны об этом и заботиться. С другой стороны, будет, конечно, фонды, возможность пользоваться фондами Европейского Союза в следующие 7 лет, и мы вложили одну из возможностей именно сделать современную учебную среду и покупать за эти европейские фонды и современные технологии. Так что это, конечно, не будет для всех школ, но всё-таки какая-то помощь и возможность будет. Но я согласна, что если мы над этим будем работать, то и деньги найдутся. Для наших детей мы должны просто найти эти деньги. Это учебный процесс, это уже как ГИЭНа. Но единственное, что нас беспокоит, значит, мы сейчас говорим о том, как лучше, как интереснее учить в других предметах. То есть использовать вычислительные машины, компьютеры, планшеты и так далее, чтобы учить математику, чтобы учить языки, чтобы учить химию и так далее, и так далее. И тогда остаётся всё-таки вопрос, где и как мы будем учить информатику. То есть подготавливать специалистов. По данным Евросоюза, в следующем году приблизительно вакансия будет 700 тысяч IT-специалистов. То есть нехватка, нехватка этих специалистов. Евросоюз это решит очень просто. Просто наши люди уедут или будут работать отсюда. Про нехватку IT-специалистов поговорим чуть позже. Вот у вас уже готовая идея, готовый план, я так понимаю, от всех уроков информатики со второго класса. Что там вы предлагаете учить? Значит, во-первых, мы должны отличить то, что программирование и то, что используем в компьютерных системах. То есть информатика. Мы понимаем, до этого говорили информатика, и с этим понимали, например, Word, Excel, PowerPoint. На самом деле вот эти науки, использование сети, то есть социальные сети, защита, это все мы считаем, что можно начинать уже со второго класса. К тому же, если мы смотрим, Эвия Папула правильно говорила, что есть такие государства, где информатики вообще нет. Как отдельного предмета. Как отдельного предмета. Есть такие даже, где вообще никогда и не было. Но, с другой стороны, сейчас, я думаю, наоборот, появляется государство, которое вводит информатику, роботы, как отдельный предмет. И, например, в Великобритании тоже такая сейчас задумка начинать обучение. Конкретно они даже специально идут на роботы. То есть обучение чуть посложнее. Что такое роботы? Мехатроника. Мехатроника. Действительно мехатроника называется. Да, и, значит, программирование, то есть, получается, тоже это роботов, это собрать машины. Ну, это для каждого возраста. Со второго класса? Нет, с первого. С первого класса? Да. Но там это не значит... Там ребенок, у него еще ручка маленькая, чтобы мышку держать. Нет, нет, нет. Это не значит, что с первого класса они собирают, ну, космический аппарат. Нет, ведь в Эстонии тоже сейчас с первого класса у них ProTiger, то есть, они учат программирование с первого класса. Но это не значит программирование как отдельный язык, который профессиональный, да. То есть мы видим, что информатика может помочь математике, помочь другим отраслям, да, чтобы у нас больше было этих инженеров, технически развитых людей. С этим мы согласны. Потому что информатика, в основном информатика это бинарный язык, это значит, в принципе, да или нет. И это логика. То есть мы развиваем логику. И поэтому мы считаем, что этот предмет очень важен, и мы должны больше класть уже конкретно на программирование, на эти элементы программирования. Потому что язык программирования обучать для каждого, это не то, что мы хотим, это неправильно. Но мы хотим, чтобы каждый хоть немножко в своей жизни это почувствовал. И если ему понравилось, тогда он может идти уже дальше учиться. Может быть, это профессиональное обучение, да, профессиональная средняя школа, или потом, значит, в ВУЗ идти, и высшее образование в этой степени. Потому что опять у нас какая сейчас проблема? В РТУ, ВЛУ от 40 до 60 процентов после первого курса уходят люди с компьютерщиков. Почему? Потому что они первый раз столкнулись, что такое вообще информатика. Значит, мы в школе даем им неправильный импульс. И мы хотим вот эту ситуацию менять. Но об этом мы можем поспорить, если мы говорим о ВУЗах, разделим ВУЗы. Потому что, наверное, ваши названные РТУ, мы знаем, что довольно большой, опять мы говорим довольно большой, не называем цифры. Мы знаем, что те, которые очень хорошо знают, тоже уходят с первого, второго курса, потому что им просто скучно. И это, наверное, уже качество работы ВУЗов, и если изменить несколько других содержаний... Но это не большинство. Ну ладно, к ВУЗу мы еще вернемся. Хорошо. Или не вернемся. Вот смотрите, вот эта концепция учителей информатики, да, она как-то выглядит более реально, чем вот то, что говорите вы через три года, чтобы в каждом классе были компьютеры. Наверное, это реально выглядит, потому что Оскар все-таки назвал то же самое, что и я говорила, что все-таки есть возможность обучаться некоторыми навыками и на пользовательском уровне. В этом мы согласны, это можно обучаться и изучая математику и так далее, и так далее. В этом мы согласны, и этим занимаются все страны, где очень хорошие показатели уже на международном уровне. Если мы говорим о восьмом-девятом классе, там ПИЗа и так далее, и так далее. И это действительно... В этом, по-моему, у нас нет расскажения, мнения. В другом, о чем мы еще не говорили и не дискутировали, что есть какие-то навыки, которые они хотят уже специализировать. И мы просто должны найти, где это будет. Форма. Это пять форм, где это будет. Я хорошо понимаю, пока в начальной школе есть немножко то, что мы называли когда-то трудом и так далее, и так далее. Есть несколько мехатроников, где они создают робот. Это тоже машина, которая едет с помощью компьютера. Это не сразу. Сразу там действительно робот, то, что мы имеем, как в Японии видим. Но все-таки маленькие тоже они могут делать. Есть разные возможности, где это можно как плюс внедрить. Это тоже не будет проблемой, просто будут дальнейшие разговоры и дискуссии, как найти лучшую форму. Но Оскар говорит о том, что все-таки нужно оставить урок информатики. В любом случае, как будто ни было. Потому что мы не понимаем тогда... Ну, сейчас это концепция, да? Мы уже говорим о концепции, которой пока что еще нет, да? Но мы не понимаем, кто, как будет организовать этот процесс обучения, кто будут те учителя, которые это будут учить, потому что, ну, если мы говорим о логике, о программировании, о этих всех вещах, то это сложно. Люди к этому не готовы и никогда не будут готовы. Это отдельный предмет, это отдельная отрасль. Ну, должна сказать, что если бы мы вдруг решили, что со следующего учебного года, с первого класса будет дополнительный один предмет. Это то, что вы говорите. Опять, это нужно подготовить учителей, потому что действительно, что нынешние учителя не готовы работать с первоклассниками. Это все можно, наверное, сделать, но это опять требует денег. И поэтому я говорю, что у нас есть целая программа для создания нового стандарта, который будет основаться на компетенции. Дигитальные компетенции – это одна из этих компетенций, и там будут и финансовые ресурсы. Наверное, Оскар говорит о том, о чем и мы волнуемся, что мы, может быть, не можем так долго ждать, что нужно сделать это раньше. И тогда, наверное, тоже в дискуссиях нужно смотреть уже на две стороны. Хотя бы не хотели говорить об вузах, то все-таки нужно посмотреть уже то, что мы сделаем и можем сделать за эти два-три года в средней школе. Это постижимо, там есть ресурсы, там нужно только поменять содержание. Это не так денег стоит много. Но насчет младших тогда уже посмотреть, как мы можем внедрить, чтобы хотя бы некоторые идеи действительно внедрили. Наверное, есть максимальная программа – это раз. Есть концептуальная программа – это два. Но нужно, наверное, посмотреть, что можно сделать, смотря на те ресурсы, которые у нас есть, которые есть в школах. Мы не можем придумать идею и сказать, делайте все без ресурсов. Ну, это невозможно. И при этом, наверное, будут довольно хорошие, длинные, и мы такие дискуссии уже проходили и знаем. Наверное, нужно прослушать и менять стереотипы в обществе. Мы можем, что... И вы спросили, как же такая маленькая ручка и так далее, и так далее. Ну, мы знаем, может быть, не очень хороший пример, но действительно Англия была хорошей предметом. Мы знаем, что там происходит. Мы думаем, что мы знаем все, но мы знаем, что там происходит. Также некоторые страны тоже ищут новый подход. Но в России я была на конференции несколько... Два года назад, и там уже разработана программа, как с компьютерами учиться читать и писать для трех-четырехлетних детей. Так что мы, наверное, говорим обо всем, когда мы думаем, что IT – это что-то одно, одно-одно. У нас разные стереотипы, что мы подразумеваем под словом современной технологии и IT. Наверное, какие-то элементы у нас всех, может быть, какая-то правда есть. Но опять, если вернуться к учителям с начальной школы, там будет очень строгая позиция. Мы должны говорить и с родителями, которые тоже думают, они только там играют и играют. Мы хотим, наверное, обе... У нас же нет преград. Мы хотим поменять мышление, что компьютер – это не только игра. В виде игры можно все сделать, но это не только игры. И то, что боятся учителя начальной школы, там здоровые и так далее, и так далее. Психологи тоже об этом. Так что это тоже будут дискуссии с другими, ну, слоями, взглядами и так далее, и так далее. Так что все равно это невозможно сделать со следующего года. Я поэтому говорю, что 2018 год – это реальный, это действительно реальное время, когда можно изменить. Ну, Аскар, вы видите будущее вот за этой концепцией? Ну, я вижу, что у других предметов будут компьютеры, и они будут довольны этим. Ну, единственное, я знаю тоже коллег других предметов, как они вообще насчет тех же самых интерактивных досок, что они говорят. У нас есть очень много плохих примеров. Конечно, у нас есть очень много и хороших примеров. Просто то, что мы видим, мы посчитали, что наша концепция на самом деле большие деньги тоже не спрашивает. Почему? Потому что в каждой школе как минимум сейчас два компьютерных класса. В принципе, мы, значит, у нас сейчас пятый, шестой, седьмой класс. Это значит, наша концепция касается второго, третьего, четвертого, восьмого, девятого. Значит, это на самом деле не так уж много. Это все равно, вы исключите пятый, седьмой? Так нет. Нет, нет, нет. Пятый, шестой, седьмой остается. Это весь здоровый, но это один урок в неделю. Это значит, получается, если это небольшая школа, у них один пятый класс, один шестой класс, один седьмой класс. Это нагрузка и зарплата для учителя. Это получается три урока в неделю. Это всего лишь три урока в неделю. Класс, нет, я говорю о том, что класс мы можем использовать намного больше. Намного больше. В этой концепции, что каждый может использовать, такого невозможно. То есть нужно будет намного больше компьютеров покупать. В нашей концепции, в принципе, компьютеров, например, может быть, даже вообще не надо покупать больше. Ну, на тех же ресурсах, да? Что касается учителей, да, тут может быть какие-то проблемы, но, в принципе, они учат уже с пятого класса. Это значит, у них, ну, конечно, нужно методику посмотреть, поучить немножко, но, в принципе, второй, третий, четвертый класс – это не так много далеко, как пятый класс. Это по содержанию, но зарплата учителей все-таки увеличится. Но зарплата, конечно, меняется. Зарплата получается, значит, у нас в неделю добавляется пять уроков. Мы можем вычислить конкретно, сколько это получается, если у нас там сейчас пять уроков в неделю на всех школьников. Ну, мы можем конкретно посчитать это, наверное, министерство. Ну, по 40%. Может, да, 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 конечно, может это все решить и вычислить, сколько это будет по деньгам. Но, я думаю, это будет меньше, чем купить все те компьютеры, которые нужно, чтобы, ну, был вот эти где-то шесть, как минимум, компьютеров на… То есть, шесть учеников на один компьютер. Мы посчитали это приблизительно как, ну, девять-десять миллионов. Но вы же все-таки говорите, что это по каким ценам и какая техника? И какая техника? Ну, это, значит, по маленьким ценам, да. Государство покупает дороже. Ну, разные технологии. Но вы же все-таки хотите, чтобы была современная среда. И современная среда без разной современной технологии в школе. Ну, я не могу представить, что опять будем сидеть в отдельных кабинетах и что-то там изучать. И все равно дети и в плане физического не будут переносить эти знания на других предметов. И опять это будет, ну, как бы, очень-очень шауры. Узко. Узко. И ясно, что первый и второй класс – это не будет рабочая сила сразу для рынка. Ну, это понятно. Так, урок информатики, лишняя нагрузка для школьников или возможность вырастить талантливых IT-специалистов? Так звучит наш открытый вопрос сегодня. У меня в гостях представитель Министерства образования Эвия Папула и глава Ассоциации учителей информатики Оскар Лусис. Уважаемые слушатели, принимайте участие в нашей дискуссии. Звоните нам на номер телефона 67227440. У нас есть звонок. Давайте попробуем послушать. Здравствуйте. 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 Патегорически против, чтобы была компьютерная информатика во втором классе, со второго класса. Тем более, что нужно проконсультироваться в Минздраве. Это очень главное. Так как все это влияет на зрение. И в недалеком будущем получится молодое поколение большое, плохо видящее. Спасибо. Оскар, это как-то в вашей концепции рассматривалось? Поэтому мы и говорим со второго класса, не с первого класса. Первый класс, вот, пожалуйста, пусть другие учителя учат киберзащиты, как пароли создавать правильно и так далее. Это все можно теоретически просматривать и так далее. Значит, что касается того, что портится зрение, конечно, портится зрение. Но наше мнение, если мы будем говорить, как правильно использовать компьютерные системы в пятом классе, кто им скажет, как использовать? Они ведь дома используют, они в школах будут использовать. Им никто не будет рассказывать, как правильно использовать. Наши информатики могут рассказать, как правильно использовать. И в том числе все эти меры безопасности на каком-то состоянии. Ну, конечно. Ну, вообще-то, как правильно использовать, можно прочитать и в Ютубе. Да, тоже. Звонок примем. Здравствуйте. Алло, вы в эфире. Добрый день. У меня такой вопрос. Вы говорите, урок информатики, урок информатики. Но, по-моему, компьютерные грамоты занимаются намного раньше. Или это не одно и то же? И сейчас, когда заканчиваешь школу, то, по-моему, сами могут уже преподавать компьютерные грамоты. Или они правы? Да, почти прав. На каком уровне, конечно? Урок информатики. Лишняя нагрузка для школьников или возможность вырастить талантливых IT-специалистов? Наш открытый вопрос. Еще один звонок. Здравствуйте. Добрый день. Я бы хотела еще такую вещь осветить и заметить. Действительно, ребенок получает большую нагрузку на здоровье. Не только глаза. Мощнейшее излучение. И чтобы вот так какую-то компенсацию, мама, например, молодая, должна была бы ребенку обеспечить ему здоровье, ей надо кормить ребенка и тратить на питание, я уже как хозяйка, как мать могу сказать, не меньше тысячи евро в месяц. Понимаете? Надо думать о ребенке, о его здоровье. И в это первую очередь, поскольку сейчас, действительно, я вот вижу, вырастает молодое поколение детей, здоровых нет. То есть вы хотите сказать, что не нужен нам урок информатики вообще? Вы знаете, информатика, она должна быть как-то целенаправлена на то, что ребенку дать возможность ориентироваться в мире, ориентироваться в мире информации. Но ребенка посадить за компьютер именно в таком возрасте, это огромная ответственность. Это значит, ну, это значит, ребенка лишить здоровья. Если ты ему не дашь возможность сверх какого-то питания, какого-то такого архи, как говорят, качественного. Спасибо. Спасибо. Но все равно, наверное, дети же. Есть, кстати, у нас какие-нибудь исследования, вот с какого возраста ребенок у нас садится за компьютер? Ведь дома сейчас фактически у каждого есть компьютер. Я так смотрю сейчас. Наверное, есть данные центрального ЦСП, центрального дата Парвал, да, может быть, есть какие-то данные, насколько, сколько вообще компьютеров в доме имеется. Ну, наверное, таких кто пользует, потому что я смотрю, и двухлетние сидят с планшетниками, там играют с телефоном, можно, наверное, уже при рождении сидеть. А еще один звонок примем. Здравствуйте. Добрый день. Спасибо. Кстати, вот по поводу проектов. Вы говорили, что вы как какой-то пилотный проект запускали, да? Да, у нас проект Start IT, и этот проект, с помощью этого проекта мы стараемся некоторые проблемы решать. Но это то, что люди больше понимают как кружок, да, то есть это не в конкретных там классах пятом, шестом, седьмом, да, то есть это после уроков там как можно выбрать это обучение или нет. Мы просто хотим поднять этот вопрос, что конкретно мы учим. Ну, это на самом деле в каком-то плане касается тоже вузов, потому что мы хотим, чтобы даже уже в школе дали вот какие-то эти науки, которые потом не надо больше обучать уже и в вузах. Со второго класса в школах или с какого класса вы это преподаете? У нас, в принципе, с этого года один учитель будет пробовать с первого класса обучение, но у нас с пятого класса есть, которые обучают по этой программе, по Start IT программе. Там разработаны материалы, видеоуроки, задания и так далее, и так далее. Это, значит, отдельный такой проект, можно поинтересоваться, любой даже может учиться. Да, Эви Папула тоже может зайти на Start IT и ЛВ, и если захочет когда-то поменять профессию, то может уже начать обучение, учиться. Это совсем другой подход к тому, что и как нужно учить. Я хочу успокоить, учителя всегда будут нужны. То есть, может быть, очень хорошие учителя будут мало нужны, потому что, используя IT-технологии, мы можем передавать эту информацию, ну, как лекции, скажем так, через сеть, что уже происходит на самом деле. Но особенно в маленьких школах, в начальных классах всегда нужно будет хороший учитель, который очень умный в очень многих предметах. Но это уже другая филозофия, мы уходим в другое. Примем еще звонок. Здравствуйте. Алло. Добрый день. Добрый. Я не понимаю, почему все так боятся с первого класса изучать информатику. У меня внук уже 4 года лучше меня в компьютере разбирался. Дети в первый класс идут уже подготовленные, они уже освоены компьютеры, планшеты и прочая-прочая техника. Так что в этом, я считаю, дети еще боятся. Спасибо. Да, вот, кстати, это тоже то, что мне приходило на ум. Сейчас многие младшеклассники, они приходят, и куда умнее учителей информатики. Ну да, это вопрос содержания. Значит, это тоже уже Эви согласна. То, что мы учим, это нужно рассмотреть. И мы считаем, как можно быстрее. Потому что, понимаете, мы говорим сейчас, вот, значит, первый класс, он закончит 12 классов. Это будет какой-то там 30-й год, когда он выйдет на этот рынок труда. То есть, нужно быстрее это просматривать. Но то, что я говорю еще раз, наша забота об вообще отрасли, об отрасли информатики, чтобы люди знали больше и больше и больше. У меня, значит, статистика Латвии сейчас у нас в 85-м месте от 140 государств. Потом, как внедряются технологии в бизнесе. В Эстонии 31-е место, в Литве 40-е место. То есть, мы отстаем. И даже, несмотря на то, что у нас предмет отдельный, значит, мы уже отстаем. Об этом мы и говорим, как создать, что нужно, какие современные технологии нужны в классе, чтобы мы могли сказать, что это действительно современная учебная среда. И современная учебная среда – это действительно не только один компьютер где-то в угле или для учителя. Это совсем не то. Это уже прошлый век и позапрошлый век. Как динамично развиваются технологии. Это несколько компьютеров, это несколько столов с компьютерами и так далее, и так далее. Это планшеты и так далее, и так далее. Надо это всё делать быстрее. Насколько реально, что через три года действительно всё это появится в наших школах? Ну, это будет уже обязательство учредителей школ. Ещё звонок примем. Здравствуйте. Алло, вы в эфире? Доброе утро. Добрый. Добрый день. Игорь, я против того, чтобы начинать изучать информатику в первом классе. Её надо изучать не в садике, а в яслях, как только ребёнок начал говорить. И не надо называть это словом информатика. Вот представьте себе ряд цифр от нуля до семи по порядку. Ноль, один, два, три, четыре. Соединить галочками ноль с единичкой, двойку с тройкой, потом нижние галочки, и получится кодовое дерево пирса. И если запрограммировать, вправо идём, буква П, влево, влево, это уже будет перевод из десятичной системы в двоичную. Не называя словом информатика, закодируйте любой. Из пелёнок это всё учить, да? Ну, поэтому мы говорим о дегитарных компетенциях. Это кодовое дерево пирса, перевод десятичной системы в двоичную, на которой работает вся информатика. Спасибо за звонок. Но то, что конкретно слушайте, говорит, это другое. Вот об этом мы боимся, что вот это никто другой учитель не сможет рассказать, потому что он не знает, он не специалист. Это так же, как если мы скажем, вот информатике, пожалуйста, учите теперь латышскому языку. В принципе, они ведь умеют, да? И как бы компьютер, и проверка может орфографии быть, но они не специалисты в этом. Они что-нибудь научат, но качество мы потеряем. Поэтому мы считаем, что как отдельный предмет у нас больше возможностей дать то, что нужно отрасли. И мы полностью согласны с министерством, что нужно больше технологий, которые помогают другим предметам. Мы говорим конкретно о своем предмете. Мы не специалисты во всех предметах. Но предмет должен остаться. Может быть, программирование как отдельный предмет просто вести? Ну, поэтому мы говорим, мы сегодня говорим о разных и многих слоев. И вначале я упомянула, что может быть как отдельный предмет с другим содержанием, то, о чем Оскар говорит, это 7-12 классы. Мы можем найти там решение очень быстро, потому что там действительно есть учителя, есть кабинеты. И так далее, и так далее. Нужно просто найти место в программе. Это не проблема. Это можно сразу. И в этом мы согласны, действительно. И это, наверное, и увеличит навыки тех, которые пользуются разными технологиями. А слушатель нам написал в интернете, в советское время не было компьютеров, и слава богу, все учились и даже стали очень большими людьми. С 85-го года учат информатику в Латвии. Это по всей СССР. Здравствуйте, вы в эфире. Здравствуйте. Вы знаете, пораньше надо начинать учить обращение с компьютером. Но самое главное, так, во-первых, это должны делать специалисты. А вот родители в каждой семье должны точно знать, что малышам не больше одного часа в день, причем каждый день. Вот дозировать, это самое главное для здоровья, чтобы его не повредить. Каждая семья должна иметь, я не знаю, код, пароль для входа в компьютер. И по времени, чтобы не передозировать для детей, а учить надо, конечно, пораньше. Спасибо. Такое мнение у нашего слушателя. Я напомню, урок информатики «Лишняя нагрузка для школьников» или возможность вырасти талантливых IT-специалистов. Так звучит наш сегодняшний открытый вопрос. Время истекает. Я попрошу вот каждого из вас коротко на него ответить. Эвия. Ну, это действительно концептуальный ответ. Вопрос как бы простой. Это, конечно, не лишняя нагрузка, если смотреть на детали. Но все-таки мы будем говорить о концепции. Мы говорим о двух слоях. Во всяком случае, о двух слоях содержания. То есть, у нас будет меняться система, урок информатики нужен. И будет ответ на оба вопроса. На оба вопроса. Коротко очень. Мы считаем, что информатика нужна и как отдельный предмет. Но мы не видим, как решить эту проблему, которую я говорю, что нужно специализироваться на то, что делает отрасль. Большое спасибо нашим гостям. У нас сегодня была представитель Министерства образования Эвия Папула и глава Ассоциации учителей информатики Оскар Лусис. Спасибо за дискуссию. Спасибо слушателям. До свидания. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому.